приветствую всех на канале мотковод с вами я и убак игорь моя любимая жена машенька машенька привет итак друзья сегодня 27 мая у нас весна так и наступать но мы работаем этот тачок продавали с пакеты подлаживались маточники матки неплодные тут хорошо облетелись большая часть их облетелась благополучно и друзья настал тот момент когда нам надо посмотреть остается ли эта матка в гнезде или не остается так как матки не только надо облететься ей надо благополучно облететься и показать хороший результат на засев чем мы и заняты сейчас уже тут есть печатный расплод в этих матках соответственно мы можем визуально обратить внимание на сколько она качественно прошли мы по почти половину пчел и длинных семей на этом тачку ни одна матка пока не нуждается в ликвидации так как довольно вообще меня радует и вообще из этой погоды на данный момент что находится в хвостах я очень рады и доволен и решил вот вам показать как мы оцениваем потом уже качество засева матки для того чтобы оставалась она в гнезде или нет улик открыли только что этот посмотрели тут тоже такая неплохая семейка и будем смотреть мы уже раз их смотрели когда они стали плотными после того ну сначала просмотрели плотно или нет а теперь надо посмотреть на качество ее на качество прошлый раз когда мы смотрели как она начала ли она сеять и когда она начала сеять мы подставили им две вощины вот стоит одна вот стоит другая несмотря на то что холодные такие ну весна довольно холодная но мы ващину все-таки подставляем так как мы периодически из-за этой плохой погоды подкармливаем и уже надо использовать этот ресурс так как ну даем сироп молодые матки сеют соответственно пчелиная семья хочет развиваться она хочет тянуть сироп ой говорю сироп она хочет тянуть ващину но если у нее нету на это ресурсов виде взятка соответственно она не будет а если ее подкормить и этот кормежка не только нужна для того чтобы они тянули ващину также чтобы они и развивались не дай бог не заболели и тому подобное ну и будем смотреть видим пока матка не была еще плотная были оттягнуты какие-то мисочки но это все пустое и никакого из себя интереса не представляют это овощина данная им она полностью вся засеяна машенька подари где яйца где расплод она вся засеяна и следующие две должны быть с печатным расплодом так и есть судя по печатному расплоду мы отдаем отчет что матка хорошо облетелась и все тут благополучно так как печатный расплод довольно плотный эти пустые ячейки это ни о чем не говорит так как на эти пусты тут и сиропчик да но то такое это ни о чем так что печатный расплод плотный хороший соответственно эта матка остается в гнезде судя по обсиженности мы понимаем что можем еще их расширить это вторая рамка тоже печатного расплода и и кстати потом надо будет забрать и отнести в стартер для подселения стартеров да это старая рамка так как мы уже ну на следующий год чтобы и в гнездах не было а были только хорошие свежие рамочки это значит получается расплод тоже хороший и это давалось вторая овощина да и тут только-только начинают печатать только-только начинают печатать тут еще яйца по бокам тут от молодые ячейки личинки да матку не ищем так как сейчас на нее но у нас нет надобности смотреть судя по обсиженности понимаю что можно их расширить и на две рамочки так как улик теплый ну почему я позволяю себя расширить кому-нибудь может бы и не надо было расширять если него пчеловождение другое я же себе разрешаю почему улей теплый я не боюсь их расширить до беспредела расширять буду не в разрез гнезда так как поставлю одну рамку с этой вот в этот колодец которая отделит кормовую рамку от расплодных и вот в этой стороне которая тоже отделит кормовую рамку от расплодных соответственно гнездо я не разорву и теплый улей сделает свою работу также я знаю что я буду подкармливать что тоже приведет к тому что у них будет запас корма и я не переживаю получить каких-либо болячек для этого мне надо вытянуть в теплую заставную и сделать эту манипуляцию но машенька пока нажмет на паузу итак друзья вот что у нас получилось значит одна овощина вторая овощина пчелы сидят у нас кстати начинает моросить а я хочу сегодня доделать где машенька наша планочка а тут и ставлю друзья назад кормушку были вопросы зачем я ставлю ганимановскую решетку друзья или просто ставлю для того чтобы матка не поднялась в кормушку так как из-за пространства тут широкого кстати этих еще надо пострясать из-за этого пространства бывало так что пчелы туда залезали настраивали соты а в пустые соты конечно и матка поднималась и засеивала что приводило к тому что мне это не надо и я решил избежать этого также мы были потеряли две матки по этой причине так как сняли кормушку стряхнули пчелы матка была в кормушке мы ее потеряли все и будем кормить даем ориентировочно где-то сейчас даем ориентировочно полтора литра но как происходила ситуация у нас сейчас в этих кормушках есть сироп хотя смотрите мы вчера делали ревизию в том ряду и сразу же кормили но мы не знали будем ли мы сегодня делать соответственно мы покормили вот эти где-то по 700 грамм думали что они сегодня поедят мы придем если ну или завтра придем уже будет к пустые кормушки мы сделаем ревизию и дольем и оставшиеся 700 800 грамм сироп но так как сегодня у нас получилось прийти не все семьи доели эту дотацию вчерашнюю вчерашнюю дотацию да вот видим кусочек еще лишь это осталось осталось 500 грамм где-то осталось и будем им доливать посмотрим еще одну вместе с вами хвосты сейчас на разное количество рамок так как забирались старые рамки для подселения стартеров где-то матка позже облетелась где-то еще не подселялись вот видим в эту семью я еще не подставлял овощину после того как матка сеяла может сила семьи не позволяла еще вот матка ходит и она и тут засеяла еще место мало где сеять до рамка это засеяна или мы давали им эту овощину да наверное давали а бы тут запечатаны уже ну а я на нормальной рамке покажу где уже запечатаны видим тут более ну вот обратим внимание да тут более пестрый расплод нежели в этой семье но это пока опять же ничем не говорит так как надо посмотреть и остальные рамки и учитывать вообще погодные условия так как на данный момент это и так хороший расплод но вот например берем старую рамочку а хотела меня укусить да берем старую рамку и наблюдаем на ней уже абсолютно расплод другого качества так что не обращайте внимание так как на свеже отстроенных ващины в безвзяточный период может быть такое может быть такое так что на это не надо обращать внимание значит это семейка тоже говорит о том что все тут в порядке матка в гнезде остается расширяем их тоже наверное две вощины просто одну поставлю крайнюю а одну одну поставлю в разрез между кормовой и расплодной я не думаю что сейчас машенька советует не ставить крайне чтобы опять нам трута не настроили но я не думаю что на молодых матках будут нам строят ну ладно поставим тогда сюда машенька меня переубедила так как это я не спой я не забывал друзья мы в этом году ленились с расширением первым и мы кто смотрит наши видео то видели мы просто отодвигали заставную и наставляли туда ващины что привело к тому что если еще со стороны гнезда у нас отстроили пчелиные соты а со стороны пустой и задние отстроили нам трутовые соты из-за этого машенька говорит мне ставить крайнюю поставим ее тогда тоже в разрез так как теплый улей я не переживаю но эта рамочка просто засеяна небольшим количеством все сделали вот так проверяем на качество матки которая стоит ли и оставлять везде или не стоит и заодно расширяем подкармливаем и пускай работать все друзья на этом будем заканчиваем с вами были мы подписываемся на наш канал ставим классы кому нравится дизлайк и все всем пока пока